Диснейленд 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 Вот таков расклад сил в этой весовой категории. Понятно, что нам есть, почему быть бравурными после вчерашней победы Светланы Царукаевой в более легкой весовой категории. Потому как сегодня здесь даже и нет таких грозных соперниц Оксаны. И шансы Татьяны Матвеевой тоже очень и очень неплохи. Надеюсь, что все у нас получится. Прежде всего у Оксаны Сливенко и у Татьяны Матвеевой. Мы же начинаем свой рассказ о том, как проходит этот турнир в этой весовой категории с первого подхода к лольской штангистке Эвы Уиздал. Мы я не сможем помогить. Прот solни Татьяна Матвеевка. Програмля CBA США. Снимай! Ни веру нездорово. Справляется первым подходом штанги веса 97 килограммов. В этой весовой категории в прошлом году на чемпионате Снимиры в Турции выступала Светлана Шелькова от России. Она и выиграла в этой весовой категории. Было две российские участницы. Она и Ольга Зубова. Китаянка Кан стала второй. Ну а Мерин Далузян из Армении в прошлом году показалась 112-139. Но сегодня по слухам она готова гораздо лучше. Ну а вот Светлана Шелькова готовится выступать в более тяжелой весовой категории. То есть завтра. Смотрим результаты соперницы Матвеева и Сливенко. Предполагаемые стартовые веса. Мерин Далузян заявила 112 килограммов для старта. Потому что в прошлом году она и остановилась на этом результате. И собирается толкать 140. В прошлом году толкала 139. 140 только первым подходом. Наталья ТорPerfect. 98 килограммов у представительницы Тайваня Ванг. Есть сразу две представительницы Тайваня в этой весовой категории Ванга и Ханг. Что касается Ханк, то она самая возрастная в этой группе А, ей 35 лет. Возраст для мужской тяжелой атлетики вполне естественный. Ну а вот женщины, поднимающие профессионально штангу в таком возрасте, это скорее экзотика, чем правило. Продолжение следует... Со 100 килограммов начинает и серебряный призер Олимпийских игр из Казахстана Ирина Некрасова. Я рассказывал накануне о том, что происходило в более легкой весовой категории в 63, где выступала Ирина Некрасова в Пекине. Конечно же, надо признать, что ей сильно повезло, что судьба позволила ей стать серебряным призером Олимпийских игр. Здесь и система отбора такова, что китаянки не заявили в этой весовой категории свои представительницы. Здесь и нулевая оценка Светланы Царукаевой на Олимпиаде в этой весовой категории. Здесь и травма Майи Манезе из Казахстана на Олимпиаде, которая не позволила ей выступить. Ну и шанс открылся для кореянки выиграть, а для Ирины Некрасовой стать второй. И вот Ирина Некрасова начинает 100 килограммов сейчас на чемпионате мира. Ну а грозное звание серебряного призера Олимпийских игр – это теперь уже навсегда. Мы видели и представительницу Египта Эсман Марсур Эль-Саед. Она совершила первый подход на 100 килограммов. Костанге этого же веса с Тоти Адрамов выходит представительница Камеруна. Понятно, что здесь, в Франции, представительница Камеруна относится почти как к своей. Очень большая группа поддержки. Тем более очень тесно связана французская тяжелая атлетика с камерунской тяжелой атлетикой. Несколько лет тому назад сразу много спортсменов перебрались из Камеруна под французский флаг. Ну и из них самый известный – это чемпион мира Венселас Добайя, который выступал накануне. Аккуратно! Семнадцать лет Жажира Жапаркул первый раз выступает она. Держи, держи, держи! На первый сток. Вес, безусловно, стартовый – 100 килограммов. Я думаю, что мы увидим таких феноменальных результатов. Это показывает Майя Манеза и Зуфия Шишанло или Светлана Подобедова. Вот это основная тройка казахской сборной. Вот и представительница Кореи с мужским именем Юра Мун. Также начинается 100 килограммов. При том, что Татьяна Матвеева собирается начинать 105, ну а Оксана Сливенко – 115. ГИТ! ГУ! ХОТЯ! Продолжение следует... 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 Начинает она 105 килограммов. Всегда очень собрано, аккуратно. По мосту в жизни Татьяны Матвеевой гораздо более доброжелательна и общительна. Кстати, она единственная из сборной, национальной сборной. Замужем выводит ее брат Анатолий, который один из ее тренеров. Специально приехал сюда, в Париж, чтобы вывезти Татьяну Матвееву на этот чемпионат мира. У нее это второй мировой чемпионат. Она выступала в 2006 году и была второй. Ну а после этого, то есть, долгий период выступала только на европейских первенствах, была второй, третий. Но вот выиграть чемпионат Европы ей не удавалось. Хотя когда-то она стала чемпионкой мира Сунивера в 2005 году. Четкий подход на 105 килограммов. В исполнении Татьяны Матвеевой. Ну и ее спешит сменить Эсма Цаид Мансур из Египта. Кто-то знает, что долго следит за тяжелой атлетикой. Безусловно, помню, что когда ей было 16 лет, было это в 2003 году, на чемпионате мира в Ванкумеле. Вот эта египетская девочка, тогда еще совсем-совсем юная, приехав на чемпионат мира, на помосте сломала локоть. И тогда фактически соревнования были сначала остановлены, но потом никто не мог продолжать выступать. Настолько страшные были впечатления. Кстати, не выступала Мансур два года. И в 2005 году только приехала на чемпионат мира среди юниоров. И мне кажется, что после того случая Мансур так и не может выступать в той силе, которая была тогда и заявлена. Видите, сегодня она ошибается на 105 килограммах. Ну а вот и Юра Мун из Кореи. Второй подход на 130 килограммах. Так же не удерживает. Так же, как и у египтянки. Результат на который нацелен Татьяну Матвееву. И который она показывала еще две недели тому назад в России на подмосковной базе в Рузе. 115-150. Сегодня ведь первым подходом наверняка она сходила на 105 килограммов. Сейчас второй попытки пойдет на 110. Ну а потом получится еще на 115. Ну посмотрим, какова будет борьба. И сейчас даже ее соперницы, которые к этому моменту уже выйдут на помост и себя проявят. Прежде всего, китаянка Ксянг Ян Мэй. И судя по заявленным весам, представитель Тайваня 35-летняя Хуанг. Ну и пока ее более юная компатриотка исполнит третий подход к штанге весом в 105 килограммов. Татьяну Матвееву. Этот подход удачен, и она обходит Татьяну Матвееву. Больку стоит. Таня еще два подхода в запасе. По собственному весу она Матвеевой легче. По собственному весу она р Поехали! Третий подход также был неудачен у Масуэль Сайет. Но я повторюсь, мы уже к этому привыкли. И с самым ярким ее выступлением посмотрим, как сложится у Юры Мун. И у Юры Мун тоже зажелся не очень хорошо в этом третьем подходе на штанге весом 105 килограммов. 106 килограммов, пожалуйста. 106 килограммов. 106 килограммов. 106 килограммов. Попытки у украинки Юлии Артемовой. Я думаю, что сейчас их время заступать. Все остальные будут ждать. На 107 выходит Некрасова. Давай, Ира, вытащи ее, вытащи. Оп, держи! Молодец! Очень четкий подход Ирины Некрасовой. Напомню серебряного призера Олимпийских игр в более легкой весовой категории, которая сейчас перешла видеться в 69. Ну и к этому же весу вызывают 17-летнюю. Время есть, не торопись! Прыжок, в подрыве прыжок. Прыжок, в подрыве прыжок. Держитесь! Без каких-либо изменений стартовые веса. У китаянки Ксианг и председатель Тайваня также собирается начинать 110. Также, как и Оксана Сливенко, 115 в рывке. Мирин Дагузиан по-прежнему 112. Вместе с Татьяной Матвеевой будет главный спор за медали. Только вверх работаем. Вверх, Юля. Юля Артемова. 107 килограммов. Вторая попытка. Один вверх, Юля. Участник. Татьяной Матвеевой. Не наступает. Слышок. Участник. Чемпионом мира предыдущих лет, видите, Денис Ходсвитт выводит Юлию Артемову, но пока, видите, не очень удачно. Вторая ошибка на штанге 107 килограммов. Вот подбадривает Алексей Ни, главный тренер казахской команды Жапар Куль. Любопытно, что в группе казахских тренеров рядом нет Болгарина. Хервин, который долгие годы тренировал турецкую национальную команду и работал в Турции 15 лет, но последние 7 лет работает в Казахстане. По всей видимости, ни к Красовой, ни к Жапар Куль, он как-то отношения не имеет. Может быть, это по-другому распределены обязанности в казахском тренерском штабе. И фиксирует Юлию Артемову 107 килограммов. Не нужно ли обойти Ирину Некрасову, которая зафиксировала такой же вес. Сейчас по собственному весу она тяжелее, у Артемова тяжелее. Есть третья попытка в запасе у Ирины Некрасовой. Пока в зале, говорит, 108 килограммов, но сейчас на 109 килограммов перенесла Ирина Некрасова. Ну а вот после нее будет открыт главный спор в этой весовой категории и спор за медали. Оба! Держи! И этот подход успешен. В этой группе их осталось только пятеро. Четверо из них ни разу не выходили на помост, и два подхода есть у Татьяны Матвеевой. Ассистентов просят установить вес на штанге 110 килограммов. И в этой весовой категории до 69 килограммов является следующая страница для супер-супер сильнейшей группы в этой группе сильнейших. 110 к этому весу устремляется чемпионка Азии 2011 годом. Убедится Гран-при Китая этого же года. Ну и когда-то, наверное, два года лет, выигравшая чемпионат мира среди юниоров Чианг Ян Мэй. Не очень уверенная попытка на 110 килограммов в ее исполнении, но вес она фиксирует. Переносит в Тайвань Ханг на 111 килограммов. Свою первую попытку и сейчас на 110 выйдет Татьяна Матвеева. Что-то она как-то не очень готовится. Ей уже 43 секунды осталось. Чуть проспали. Видите, подход, потому что ждали, что фланг пойдет. Надеюсь, это не собьет Татьяну. Ни в коем случае. Татьяна Матвеева. Павел Блинов руководит очень успешным клубом, откуда в последние годы было очень много известных спортсменов. Прежде всего, Евгений Шишлянников, который выступал на Олимпиаде в Сиднее. Так, кстати, серьезно травмировался. Ну, вот и Татьяна Матвеева. Родом из города, родилась в городе зима. Но в последнее время все чаще тяготеет к Санкт-Петербургу. Даже, может быть, в ближайшее время получит там квартиру. Надеемся. Пока видите, успешный подход на 110 килограммов. В исполнении Татьяны Матвееве. Вот первая попытка 35-летней Хуанг Шинксу из Тайваня. Долгие годы фактически создавал тяжелую атлетику в Тайване. Известный российский тренер Эвер Глебович Чесаревский. Видимо, что Хуанг одна из его учениц. Нам покажет Татьяна Матвеева. На 113 килограммов падет на третьей попыткой. Опасный Хуанг. Но по стартовым весам, да и вообще по предыдущим результатам, Матвеева во втором движении должна Хуанг обыграть. Главное, чтобы она далеко, сильно далеко не убежала. На 113-ю Татьяна Матвеева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Хуанг, 116. Удти понесло назад постельку вместе со штангой и, конечно, в такой ситуации, и, конечно, остановить ее невозможно. Меринда Узян, вторая попытка, 116. Меринда Узян не первый год уже выступает в этой весовой категории. На прошлом чемпионате мира она была третьей. Меринда Узян, вторая попытка. Сокфи! Курка! 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 Даже если удалось Меринда Узян остановиться, но все равно они не засчитали этот подход. У них были согнуты локти. Ну, и в очень неприятную ситуацию попадает Меринда Узян после вот этой второй попытки. Она на отборочном чемпионате мира к Олимпийским играм, где нужно играть наверняка. И обязательно нужно иметь командный зачет или, видите, близко к тому, чтобы получить нулевую оценку. Два подхода она отмазала на штанге весом 116. Тот же самый вес, тот же самый 116, но третья попытка для китаянки Цианг Ян Мэй. И так же сложно и тяжело. Это первым подходом, но все-таки Сиан Гьян Нуй 116 килограммов в третьей попытке фиксирует, обходит Оксану Сливенко. Есть еще два подхода в запасе. Помните, Татьяна Матвеева имеет результат 110 килограммов. Ну, а Хуан пока 111, но идет на 116. Две главные соперницы и фиксирует 116 килограммов в третьей попытке. Плюс шесть к Матвеевой. Задача сложная, но надеюсь, Матвеевой удастся поспорить с Хуаном за счет ее силы во втором движении. Сейчас даже по стартовым заявкам Матвеева собирается начинать 138, а Хуанг 130. Что уже первыми подходами Матвеева должна будет отыграться преимущество Хуанг в рывке. Но посмотрим. Очень серьезное испытание у Мелинда Лузян. 116 килограммов. И первая нулевая оценка в карьере Мелинда Лузян. Сегодня, когда, судя по результатам, она была готова феноменально. И вполне могла бы спорить с Оксаной Сливенко. Но в рывке на предолимпийском чемпионате мира получает ноль. Мелинда Лузян была соперницей Оксаны Сливенко. И Татьяны Матвеевой. Оксана Сливенко не попадает штангу весом в 118 килограммов. Есть третья попытка в запасе. Сейчас Оксана Сливенко третья. Первый результат у китаянки Ксянг. Второй результат у представительницы Тайваня. Ну и третьим результатом Оксана Сливенко. Но рывок. Это ее коронный вид. Конечно же и толкает она неплохо. То есть очень неплохо. И ничего страшного не произойдет. Но хотелось бы, как говорится, наверняка. Торопись, не торопись. Торопись, настройся нормально. Не торопись, не беги. Торопись некогда. Продумай хорошо. Третий подход у Оксаны Сливенко. 118 килограммов. Держи. Ну и четвертый результат у Татьяны Матвеевой. 110. Таков расклад сил. Ну и мы с вами, вместе с Оксаной Сливенко, отправляемся на 10-минутный перерыв. Не прощаемся. Российская штангистка Оксана Сливенко на перерыв ушла лидером. С результатом 118 килограммов по итогам рывка. Держи. Второе место у китаянки Ян Мэй Ксянг. 116 килограммов. То есть 2 килограмма она проигрывает Оксане Сливенко. На третьем месте представительница Тайваня Хуанг. 116 килограммов. Также такой же результат, что и у Ксянг Ян Мэй. Ну и 110 килограммов имеет в своем активе другая российская штангистка Татьяна Матвеева. Таков расклад перед вторым движением, но до главных героинь мы еще дойдем. Из-за неожиданностей в рывке, это то, что одна из главных соперниц предполагаемых соперниц Оксаны Сливенко, армянская штангистка Мелин Далузян, Мелине Далузян, получила нулевую оценку на штанге весом в 116 килограммов. Ну и, соответственно, выступать уже не будет. Пока вес еще стартовый и первые подходы делают те спортсменки, которые не принимают участие в розыгрыше медалей. По очереди, видите, две представительницы Казахстана, Ирина Некрасова, 127 килограмм не фиксирует первым подходом. Ну а сейчас Жазира Жапаркуль, 127 килограмм, в отличие от своей более опытной коллеги, все-таки первым подходом фиксирует. Ждем серебряного призера Олимпийских игр Ирины Некрасовой, которая выступала в более легкой весовой категории и только сейчас перешла в более тяжелую. Если здесь вес ограничен 69 килограммами и, как правило, все, собственный вес спортсменок 68 с копейками, как говорится, то вот Ирина Некрасова выделяется на этом фоне, у нее всего лишь 65-380. Держи, держи! То есть не с первого подхода, но второй попытки Ирина Некрасова 127 килограмм зафиксировала. С каких весов будут начинать лидеры? Оксана Смиренко предполагает начинать 145 килограммов, Кси Ян Хиан Мэй из Китая 140, 130 будет начинать представительница Тайваня. Хуан, которая пока расположена на третьей строчке, и 138 Татьяна Матвеева. Ни в коем случае не забываем про Татьяну Матвееву, она по-прежнему в борьбе. 122. Первая попытка для Мансур из Египта. То есть самому Мансуру, который я уже говорил, который сломал локоть на чемпионате мира 2003 года, который был всего лишь 16 лет. Не просто сломал локоть, а тогда еще не было этого жесткого правила, когда выскакивают ассистенты и от телекамер закрывают получившую травму спортсменку. Она долгое время была на помосте, потом ее перенесли за пределы помоста, но в разминочный зал. На минут 10 отчаянно кричала, потому как врача в эту секунду почему-то тогда на чемпионате мира я не было. Юля Артемова. Украинка тоже начинает откровенно мало. 122 килограмма. Но с этим стартовым подходом справляется достаточно уверенно. 122 килограмма. Следующих за выступлением прежде всего российских штангисток важнее всего первый подход Хуанг из Тайваня на 130 килограммов. Ну и затем все остальные. До 130 килограммов. Фактически, нам опасаться нечего. Ева, штырно. Встреча с мировыми достижениями. 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 Любопытно, что в рывке рекорд вылетели Поповой был 115 килограммов. Сегодня 115 килограммов Оксана Слевенко начинала первым подходом. Да ведь это было 10 лет тому назад. Спокойно, Гремясь. Високая нагрузка. Нет, вот слышите голоса болгарского тренера. Ну, он все-таки тренирует джазирует паркул. Подожди! Не торопись! Не торопись! Спяток! Ова, держи, держи, держи! Чуть не споткнулась. Уже паркул? Как ты понимаешь, что луга там за паркул? Сколько хочешь? Видите, как принято в казахской команде. Вот уже не первый раз мы слышим, как Алексей Ни спрашивает участницу, сколько хочешь для следующего подхода. Никакого диктата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прихрамовая, видите, уходит с помоста после неудачной первой попытки на 127 килограммов в Мань. Сейчас у нее есть время восстановиться. К этому весу раз-две еще спортсменки выйдут вот сейчас уже на помосте Мансур из Египта. И затем еще Юлия Артемова собирается на 127. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Три белых фонаря, но мне кажется, что вполне могли бы судьи придирчиво отнестись к этому подходу. Субтитры создавал DimaTorzok Уже не первый раз, а есть такой даже в исполнении Мансур. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот на этом плане не видно, но центральный рефери. Мог бы и красный фонарь зажечь, но много раз уже обсуждали, что этот пункт правил не является таким самым определяющим. А вот Юлия Артемова из Украины безукоризненная попытка на 127 килограммов. На плюс 7 имеет преимущество Мансур в рывке. Сейчас вышла на второе место Юлия Артемова, потому как выступавшая в группе B в Белоруссии Марина Шкерманкова показала 107 и 131. Затолкала. Так что видите, пока еще никто из участниц группы А, группы сильнейший, до этого результата не добрался. Ближе всех Юлия Артемова. Ближе всех Юлия Артемова. При том, что видите, прихрамывала. Ванг, уходя с помоста, вот сейчас так тяжело вставала она на грудь. Будет очень сложно справиться с этим весом, чего и не происходит. Уходя с плотным рэмом и францемом и францемоменшем. вот здесь я же не видел 1 2 3 4 же паркуль на табло горит 127 килограммов но только что она ходила на 126 я думаю что перенесет на более тяжелый вес и сейчас да так и происходит на 128 переносит сейчас мы ждем ванг для 3 попытки на 127 килограммов готовится его не сдал выходить второй попытки на 128 еще не есть минута из того что произошло за пределами телекамер отказалась продолжение борьбы гайла на кетчанки из камеру на этом только что объявлено сама по кругу 100 килограммов первым подходом но дважды не попала 103 по всей видимости еще травма который не позволил и продолжить соревнования из третьего раза шаги от нулевой оценки была банка но с третьего раза все-таки зафиксировала 127 килограммов невзирая на бой в ноге третья попытка для ванг успешно напомню что этот чемпионат мира отборочный к олимпийским играм отбор происходит по общекомандным результатам и и здесь получать нулевые оценки команды смертеподобно эво миздаль 128 вторая попытка первый подход на 124 был безупречен структура структура Те же самые 128 для Ажа Паркуль из Казахстана. Она уже на помосте. Потом к этому же весу выйдет Эва Минезделл. Потом на 129 килограммов пойдет Ирина Некрасова из Казахстана. И затем уже будем ждать появления Хуанг из Тайваня. Ну и главных соперниц в этой весовой категории, которые претендуют на медали. Не торопись! С пяток! Держи, держи, держи! С толковаться 28 килограммов же Паркуль. Но помните результат выступавшей в группе Б белорусской штангистки 107 и 131. Пока он абсолютно лучший. По этой причине украинка Юлия Артемова третьей попыткой пойдет на 131, имеет тоже 107 в рывке. Но по собственному весу легче Марины Штерманковой выступавшей в группе Б. А что вы кончете? Даже если этот подход в исполнении Эва Минезделл будет успешен, то до высот Штерманковой польская штангистка не доберется. Успешно. А вот Ирина Некрасова, которая идет на 129, имея 109 результатов. 109 килограммов в рывке. Помните, она совсем недавно перешла из более легкой весовой категории, поэтому она легче всех во всех категориях. И в А, и в Б, и в С. В этой весовой весовом диапазоне до 69. Так что, если она наберет точно такую же сумму 238, а для этого ей нужно затолкать 129, она Марины Штерманкову обойдет. Держи! Сегодня этого не произошло. Готов. Это еще раз. Добавил субтитры DimaTorzok 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 интересно насколько она пойдет третьей попыткой понятно что после этого подхода на 130 для того чтобы таня матвеева могла с тайваня обыграть нужно прибавить 7 килограммов то есть 137 минимум надо идти татьяне матвеевым она и раньше заявляла 138 так что никаких изменений пока шаги тани матвеевой не наблюдается юра мун идет на 137 килограмм никак не угрожает марине шкерманковой в рывке юра муна скорее проигрывает 7 килограммов очень уверенный поход некуда чемпионки мира среди юниоров два года тому назад она выиграла этот турнир но в рывке иметь 100 это маленький результат а вот и юлия артемова пытается обойти марию шкерманкова есть еще третий подход запасе у юры мун пока 132 килограмма заявлены для третьей попытки но вероятно она пойдет выше судя по ее второму подходу нам показывают уже татьяну матвееву до ее выхода еще есть время сейчас на 133 пойдет юра мун потом нас 35 килограммов сходит хуанг даже если подход хуанг будет успешен на 135 килограммов не думаю что татьяну матвееву перенесут сразу выше не в традициях российских менять стартовые подходы считаю этот подход юра мун на 133 килограмма подождите еще матвееву сначала хуанг из тайваня должна выйти на 135 килограммов и и и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 в рывке. Максим Слюянко собирается начинать 145. Если вы помните, первый подход в рывке, 110 килограммов, он тоже был не очень убедительным в исполнении Ян Мэйк Сянг, но потом она выправилась. Видите, сейчас 140 килограммов, тоже нельзя сказать, что безупречный подход в исполнении Китаянки. Снизила планку стартового подхода Оксана Сливенко. Ей действительно первым подходом идти на 145 незачем. Начинает она тоже 140. У нее есть 2 килограмма преимущества, и вот так следом за Китаянкой. Этот новый план для Оксаны Сливенко сработал. Понятно, что к весу в 140 килограммов Оксана Сливенко готова. Недаром начинала она 145. Кстати, чемпионат Европы в Казани. Оксана Сливенко выиграла с этим 120 и 145. Сегодня, видите, в рывке она дошла до 118 килограммов. И здесь во втором движении. Но пока и не надо, и больше. Сейчас игра. Хуанг слишком много проигрывает. Тоже 2 килограмма Оксана Сливенко. Но идет, видите, на 140 килограммов. С ней даже она и не пытается бороться. Попытка загнать Татьяну Матвееву как можно дальше. Не толкает 140 килограммов Хуанг. Задача для Татьяны Матвеевой. Два подхода. Нужно как минимум 7 килограммов плюс результату Хуанг. То есть 142. Она заявляет 143 для второй попытки. А вот Китаянка заявила 151. Для второго движения. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Потерпи, потерпи, натянись. Спину держи. И держи, держи. Держи. Толкает 143 килограмма Татьяна. Последний крик главного тренера женской сборной России. Бросай, бросай. И бросает в танку Татьяна Матвеева. Тем самым перебираясь на третью ступеньку пьедестала. Бронзовая медаль у нее уже гарантированно есть. Очень опасен заказ Хуанг 151 килограмм во втором движении. Что будет делать Сливенко? Пойдет ли она на 145? Либо будет ждать второго подхода Китаянка? 10-4 Оксана Сливенко. Идет на 145. Не поддаются пока российские тренеры. Той игре, которую пытаются навязать китайцы. Встала. Держи, держи, держи. Два подхода 140-145. Оксана Сливенко входит в разминку. Но сейчас либо китайцы должны опуститься. Выходишь, значит, молдовка. На 145 килограммов идет Татьяна Матвеева. Конечно, чтобы я как-то так изначально выдал третье место Татьяне Матвеевой, она с этим не согласна. До высоты Ксиянк тоже не дотягивается. Татьяна Матвеева, чем на грудь, тем легче стуги. Помощнее берите, поскоростнее. Татьяна Матвеева, Татьяна Матвеева, тем легче стуги. Поскоростнее, тем легче стуги. ничего страшного бронзовая медаль у татьяны матвеевой есть цена чемпионате мира уже очень хороший результат ну что ж главная борьба на 152 пересла сливенко третью попытку а китаянка опустилась ниже на 148 вот я честно говоря этого и ждал поэтому наверняка российские тренеры шли 145 вторым подходом для оксаны сливенко имеет возможность опуститься ниже и оксана после вот удачного вот удачной этой второй попытки сианк ну опять же если она будет удачно а если бы после первой заявки 151 сразу сливенко отправилась без на 152 то здесь это бы имело два подхода для того чтобы играть как говорится совсем наверняка что а я сочи я сочи я сочи да а а а а а а а а Толкает 148 кг Циан Фьян Мэй. Так же сложно, как она и толкала 140 килограммов в лифте. Каждый подход ее не был так уж безукоризнен. Что дальше будет? Сейчас есть один подход у Оксаны Сливенко, один подход у Ксиан Хьян Мэй. На кону золотая медаль чемпионата мира. Сливенко идет 148, третьей попыткой. Оксана Сливенко идет 148 кг. А на 155 переносит Ксиан Хьян Мэй. Только при том, что мировой рекорд 158 Чан Хон Глиу. Конечно же, Китаянка опустит свою заявку, если этот подход Оксаны Сливенко будет успешен. Ксиан Хьян Мэй. Мы спрашиваем 148 кг, но в барбелле мы не имеем 148 кг сейчас. Ксиан Хьян Мэй. Видите, тренер Оксаны Сливенко, Владимир Сафонов усмотрел, что неправильный вес поставили Оксане Сливенко. Вообще, это обязанности судьи проверять правильность установки веса. Но поскольку тренеры заинтересовывали прежде всего, чтобы не было ошибок и не было историй, как вчера с Мэй Манеза. Черпеть. Итак, 148 килограммов. Встала. Держать, держать. Толкает Оксана 148. Сейчас Судьба золотой медали в руках Ян Мэй Ксианг из Китая. Конечно же, Ксианг опускается ниже на 151. Идет она третьей попыткой. 155 было заявлено. Заявлено такой вес для его последнего подхода. Шарик. Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, Оксана Слевенко, трехратная чемпионка мира Видите, в подход вели борьбу Ксянг Ян Мэй и Оксана Слевенко И как бы грозно не поднимали планку последнего подхода на 155 Для Оксанг выиграла сегодня Оксана Слевенко Сейчас она еще выглядит уставшей Но я думаю, что это ощущение исчезнет в ближайшее время Тяжелая борьба, которую сегодня Оксана Слевенко выдержала Ну что ж, до Олимпийских игр вполне может у себя дома и поучиться Оксана, она учится в Подольском институте экономики После окончания кафедры физкультуры Педагогического института Ну, время у нее есть Оксана Слевенко вновь чемпионка мира И как чемпионка мира она уже поедет на Олимпийские игры Итак, я думаю, что здесь ни у кого сомнений уж точно нет Во втором движении Оксана Слевенко также получает золотую медаль Видите, у нее абсолютно лучший результат 148 килограммов Второй результат точно такой же 148 у китаянки Ксянг И бронзовая медаль у Татьяны Матвеевой Так выглядит итоговый протокол в толчке Ну а сейчас мы увидим и общую итоговую таблицу 266 килограммов Лучшая сумма чемпионки мира образца 2011 года Оксаны Слевенко 264 Ксянг Ян Мэй И Татьяна Матвеева 253 бронзовая медаль Обыграла она прежде всего, кстати, Тайвань Хуанг Ну а вот видите, Марина Шкирманкова, выступавшая в группе B Остановилась в итоговом протоколе на пятой строчке И вот Мелинэ Далузян из Армении Ну главная неожиданность в этой весовой категории Ну что ж, есть возможность нас посмотреть Лучшие моменты в этой весовой категории до 69 килограммов, прежде чем мы отправимся на награждение. Это подход Татьяны Матвеевой. В рывке на 110 килограммов должно быть так. Это уже лучшие моменты и победные моменты уже второго движения. 143 килограмма затолкала Татьяна Матвеева второй попыткой. Татьяна Матвеева ходила на 145 неудачно, но из 143 килограммов хватило, чтобы обойти фланг и выйти на третью строчку. Вот по всей логике второй подход Яны Тянг из Титая на 148 килограммов, который вывел Титаянку и привел к серебряной медали. Ну а вот победный выход Оксаны Слевенко. Четырехкратная чемпионка Европы. Держать! Держать! Чемпионки мира, рекордсменки мира. Средненного призера Олимпийских игр в Пекине. Ну что ж, вот и церемония награждения. Сибири Сирдцов. Президент Федерации тяжелой атлетики России, призер элитейских игр предыдущих лет. Будет также в списке тех, кто будет проводить награждение. Президент Федерации китайского Тайваня. Также среди награждающих французской федерации. Хотя здесь легендарных спортсменов прошлого очень много в зале. И, конечно же, Андреевич Меркин. И муниципальные чемпионы предыдущих лет из разных других стран. Сначала награждение по итогам рывка. Видите, на третью ступень приглашают Хуанг из Тайваня, который 35 лет. И в 35 лет она получила бронзовую медаль чемпионата мира. Серебряная награда достается Аксианг Ян Мэй. Ну, а за золотой медалью позовут Оксану Слевенко. Оксана Слевенко. Итак, это награждение для чемпионата в отдельном виде программы в рывке. Затем такая же процедура будет уже во втором движении. Ну, и затем главное награждение в сумме двоеборья. Оксана Слевенко. Безусловно, на пути к Олимпийскому Лондону. Я думаю, что она и Светлана Царукаева. Она так уж сто процентов в олимпийской команде. Подтвердив свое лидерство в этой весовой категории. Сегодня на чемпионате мира. К сожалению, не так много лицензий, даже если сборная России, а я надеюсь, что сборная России получит максимальное представительство на Олимпийских играх. Но это всего лишь пять человек. А впереди еще категория до 75 килограммов, где будет и Шимкова, и Евстюхина бороться с Светландой Подобедовой, которая последние несколько лет выиграла все, что можно, установив все рекорды мира, перебравшись в Казахстан из России. Очень любопытный спор нас ждет. Конечно же, Татьяна Каширина, одна из лидеров в весовой категории 75+. В рамках чемпионата мира. Так что в России конкуренция поехать на Олимпиаду очень и очень серьезная. Ну что ж, Татьяна Матвеева. Ее приглашают за бронзовые награды. Это вторая, кстати, в ее карьере медаль чемпионата мира. В 2006 году она была второй. С тех пор на чемпионатах мира не выступала. И вот сейчас приехала в Диснейленд, в Париж и третье место за полгода до Олимпиады. Китаянка гремит медалями. Ксианг Ян Мэй на второй ступеньке подиума. Ну и золотая медаль Оксане Сливенко. Ксианг Ян Мэй на второй ступеньке. Фотограф сессا Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok